Итальянская сказка «Джепоне» или «Подарок ветра Трамонтана» Жил давным-давно бедный крестьянин. Звали его Джепоне. Не было у него и клочка своей земли, и приходилось работать на поле богача Пьера Леоне. Только невезучим был Джепоне, посеет пшеницу, заколосится она, А проказник ветер налетит, все переломает, зерно из колосков вытрясет. Труд на ветер, и семья голодает. Задумал Джепоне поймать ветер, который покой ему не давал. Попрощался он с женой и детьми, да пустился в дорогу. Собирался он искать насмешника ветра в высоких горах. Шел он долами, шел горами, и, наконец, добрался до замка, где жил ветер. Постучал Джепоне в ворота. Кто там? Выглянула красивая черноволосая женщина. Я, бедный крестьянин Джепоне. Дома ли ваш муж ветер, синьора? Жена ветра ответила, что хозяина нет дома. Он летает над лесом, но совсем скоро вернется. И она впустила Джепоне в дом. Час и другой прошел. Вдруг двери захлопали и распахнулись. Своем и свистом ворвался в дом ветер. Здравствуйте, синьор ветер, поклонился Джепоне. Здравствуй, прогудел ветер. Ты кто такой? И что тебе здесь надо? Я Джепоне, бедный крестьянин. Работаю с утра до вечера. А как созреет урожай вы, синьор ветер? Налетите и все погубите. Урожай пропал, и семья моя голодает. Сжальтесь надо мной, прошу вас. И Джепоне тяжело вздохнул. Ветер, этот отменный шутник, только с виду казался грозным. А сердце у него было доброе, мягкое. Вот тебе шкатулка, сказал он. Проголодаешься, открой ее, и накормит тебя досыта. Любое желание твое исполнит. Только запомни. Отдашь кому-нибудь эту шкатулку? На глаза мне не показывайся и ни о чем не проси. Джепоне поблагодарил и поспешил домой. День шел, а к вечеру устал и проголодался. Открыл шкатулку и приказал. Хлеба, сыра и вина. Вмиг все и появилось. Джепоне поел хлеба с сыром, запил вино. И весело насвистывая, зашагал по лесной тропинке к себе домой. Жена и дети выбежали встречать Джепоне. Он их всех обнял, поцеловал. А жена спрашивает. Был у ветра. Помог он тебе. Сейчас увидите, засмеялся Джепоне. Зашли они в дом. Сели за стол. Джепоне открыл шкатулку и приказал. Подай-ка нам хлеба, сыра и мясо. Тут же все и явилось. Когда они поели, Джепоне сказал. Смотри, жена, не проговорись о шкатулке Пьеру Леоне. Он ее наверняка отнимет. Буду держать рот на замке. Вот тебе святое слово, поважалась женщина. На другой день встретил ее Пьер Леоне и спрашивается смешком. Ну что, помог ветер твоему муженьку? Очень хотелось жене Джепоне похвастать перед насмешником. Не утерпела она и ляпнула. А как же? Подарил нам чудесную шкатулку. Выдумала ты все, глупая женщина, хихикнул Пьер Леоне. А у самого уши глаза горят от любопытства. Что может быть чудесного в обыкновенной шкатулке? А то, что только откроешь ее и скажешь. Подай хлеба, сыра и вина. Как тут же все и явится. Не стал богач медлить. И призвал к себе Джепоне. Прослышал я, дружище, будто прячешь ты от меня чудесную шкатулку. Неси ее сюда, поглядим, какие чудеса она умеет творить. Тут ты догадался, Джепоне, что проговорилась его болтливая жена. Ничего не поделаешь, пришлось ему принести шкатулку и показать, что она умеет. «Джепоне», — вкратчиво проговорил богач, — «дай мне шкатулку на время, всего на месяц, и я ею позабавлюсь и верну». «Не могу», — покачал головой Джепоне, — «без нее семья моя умрет с голоду, ведь урожай наш погиб на корню». Взъярился богач, побагровел и затрясся. «Добром отдай! Получишь взамен и зерно, и овощи, а не отдашь, силой отберу». В обмен на шкатулку прислал Пьер Леоне несчастному Джепоне мешок зерна. Только мешок был дырявый, а зерно гнилое. И снова стали они голодать. Беда с болтливой женой. Как ни крути, а пришлось Джепоне снова отправляться к ветру за помощью. Боязно было ему, но ничего не поделаешь. Добрел он до замка и постучал в ворота. Ветер выглянул в окошко и сердито спрашивает. «Зачем опять пришел?» «Добрый сеньор Ветер, помогите мне!» Жена проговорилась хозяину, он и отнял у меня шкатулку. Теперь мы снова голодаем. «Предупреждал я тебя», — нахмурился Ветер. «Не сохранил шкатулку, больше ничего не проси. Прозевал ты свою удачу, Ротозей, возвращайся домой». «Добрый сеньор, помогите!» — в последний раз взмолился Джепоне. «Как же! Так я тебе и поверил!» — буркнул Ветер. Но хмурый лоб его разгладился, и он протянул Джепоне золотую шкатулку. «Держи!» «Только не открывай ее до тех пор, пока сильно не проголодаешься!» Прижал Джепоне шкатулку к груди и бросился домой. Бежал он, бежал, устал и проголодался. «Не беда!» — открыл Джепоне шкатулку и крикнул. «Подай-ка мне хлеба, сыра и вина!» Выскочил из шкатулки здоровяк с дубиной. «И ну дубасить Джепоне!» Охаживал по спине и бокам так, что косточки трещали. Захлопнул бедняга шкатулку, и трепка тут же прекратилась. «Ну что, помог тебе ветер?» — спросила жена, когда Джепоне избитый, измочаленный, доковылял до дому. «Ох, помог! Крепко помог!» — поежился Джепоне. «Садись за стол, жена, сама узнаешь!» Только успела женщина вымолвить. «Подай мне хлеба и сыра!» Как выскочил из шкатулки здоровяк! «И давай ее дубасить!» Да слез довел бедняжку, пожалел ее Джепоне и захлопнул шкатулку. «Спрятал он подарок ветра в сундук и сказал жене, «Пойди к хозяину и скажи, что принес я золотую шкатулку, она еще лучше прежней!» Поспешила женщина к богачу, а тот кричит ей прямо с порога. «Ну что, вернулся твой муженек?» «Вернулся, сеньор, да с каким подарком! Шкатулка золотая! Чудо, как хороша! Только открой ее и получай, что заслужил!» Пьер Леоне тут же велел призвать к нему Джепоне. «Рад тебя видеть, дружище!» — пропел он. «Говорят, побывал ты у ветра и принес чудо-шкатулку. Что ж ты таишь ее от своих друзей? Ну-ка покажи!» Едва увидел алчный богач, сияющую, как солнце, золотую шкатулку. Так и задрожал от жадности. Вскочил со стула, тянет нетерпеливые руки к шкатулке. «Дорогой Джепоне!» — говорит, — «отдай мне ее! Я тебе ту первую верну, да еще дам в придачу пять мешков зерна!» Джепоне тут же и согласился. Отдал золотую шкатулку, взял свою, погрузил мешки зерном на повозку и сказал, «Запомните, хозяин, открывать шкатулку надо, когда сильно проголодаетесь, иначе не исполнит она вашего желания!» Назвал Пьер Леоне гостей, богатых, как он сам. Пришли они и удивляются. Плита на кухне холодная, на столе пустые тарелки. Она смехается над нами, Пьер Леоне шепчутся, а не пригласил, а угощать и не собирается. Толстый-толстый священник Матео, обжор и лакомка, всех успокаивает. Разузнал я, что Пьер Леоне обзавелся волшебной шкатулкой. Откроешь ее, и сами собой появятся рябчики и фазаны, фрукты и вино. «Ешь до отвала, пей в три горла!» И вот пригласили всех к столу. Изголодавшиеся гости в нетерпении потирают руки, стучат вилками по пустым тарелкам. Открыл хозяин шкатулку и едва успел вымолвить. «А подай-ка нам!» Как! Выскочили оттуда сразу семь молодцов. И принялись охаживать дубинками гостей и хозяина без жалости. Каждому досталось щедрое угощение, синяки да шишки. Пьер Леоне хотел захлопнуть шкатулку, да выронил ее. Тут уж семеро здоровяков и вовсе разошлись. Молниями мелькали дубинки, градом сыпались удары. Отчаянные вопли гостей донеслись и до джипоны. Прибежал он, схватил шкатулку и захлопнул ее. И вовремя, еще чуть-чуть, и перемололи бы молодцы богачам косточки все до одной. Взял обе шкатулки джипоны и преспокойно отправился домой. С той поры не знал он ни горя, ни голода.